Дорогие друзья, здравствуйте, Игорь Мазуренко. Мы сегодня присутствуем на втором дне чемпионата мира в Литве, Лит-Экспо 2014. После первого дня можно сказать, что соревнования прошли удачно, но самое главное не то, а самое главное то, что о чем, как говорится, всегда мало кто говорит. Говорит о каких-то там... Всегда любят говорить о победах, но никто не хочет говорить о поражении. Так вот, на сегодняшний день, надо честно себе признаться, что чемпионат мира в Литве – это настоящее поражение. Почему? Потому что это классический пример того, как человек делает соревнования, вообще не имея ни одной копейки в кармане. При этом ВАФ и организаторы, в том числе и мы, должны просто покрывать этот пробел за счет своих денег. Так сложилось, что каждый год чемпионат мира выбирают на конгрессе. Буквально в 2012 году был выбран именно этот чемпионат мира. Все как бы радовались, потому что близко в Европе, европейская страна, дешево приехать и тому подобное. Но то, что вы вчера видели, не было ни прямого эфира, не было ни телевидения. Немножко показывали мы в интернет, и то финальные поединки, и церемония награждения. Это вот как раз та белая пляма, как говорится, дырка, в которой образовалась гигантская, в связи с тем, что нету никаких-то денег. Можно все практически сделать на чемпионате мира и выйти как бы на ноль без телевизора. Да даже, скажем, организатор может несколько заработать. Но тем не менее телевизионные программы или прямой эфир сделать без денег невозможно. Трудности мы переживаем и в сегодняшнем дню, если организатор снова же таки не заплатит за свет, который стоит сейчас в зале. Тот маленький, небольшое количество света, который находится в зале. Организатор, не организатор, только фирма нам просто отключит свет. Вот с такими проблемами мы барыкаем. То есть, с одной стороны, все красиво, медали, гимны, а с другой стороны, у кого-то праздник, у кого-то просто постоянная борьба за, скажем, за каждый час того, чтобы этот турнир дальше происходил. Асен Хаджи Тодоров, президент Мировой Федерации, а также секретарь Мирчо Симонеску, можно сказать, из себя жилы вытягивает для того, чтобы этот турнир прошел. Но, тем не менее, говорится, ну, с воздуха сделать ничего не можно. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы этот турнир дошел до конца, но, тем не менее, чтобы вы просто все знали прекрасно, что этот турнир, это комок в горле ВАФ. Посмотрим, что будет на следующий год. Обещает нам великолепный турнир в Малайзии. Мы поедем в этом, в следующем году на проверку, посмотрим, как это все должно выглядеть и так дальше. Но, тем не менее, сегодняшний турнир, конечно, нам обойдется горькой, горькой, еще раз говорю, оплюхой. Вот и все.